История из роддома. Что было дальше? Родители двоих детей Донна и Уэйн используют разные способы поддержания дисциплины. Мы их много хвалим, много обнимаем, но не боимся ругать. У нас есть границы, они знают, правильно делают или нет по тону нашего голоса. Давай, нам пора идти. Попрыгаешь позже, Эмили? Эмили, если они не слушаются, я говорю «раз», «два», «три», «давай», «раз», «я никогда не доходила до номера три», поэтому сама не знаю, что происходит потом. Два, спасибо. Хорошо. Не только дети знают, кто за что отвечает. Если я прошу Уэйна сделать что-то по дому, он делает. Тебе нужен совок для пола? Я подмету. Я нашёл потерянный гриб. Его нужно организовывать. Да, я не самый организованный человек в доме. Я очень спокоен, и это мой минус. Но есть одно место, где Уэйн главный. Донна, ты готова? Идея гидромассажной ванны была не нашей. Мне позвонил друг Колин, сказал, что им больше не нужна эта ванна. Спросил, не нужна ли она мне. Я ответил, что нужна. Донна поддержала меня в этом решении. Да. Отлично. Класс. Подать вино? Да, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Ещё один расслабляющий вечер в спа. В ванне. Это просто гидромассажная ванна. Было хорошо, но пора выходить. Думаю, да. История из роддома. Что было дальше?